Вновь всем привет, с вами Киберарен ТВ, с вами Слэм, это Intel Extreme Masters World Championship И мы с вами будем смотреть сейчас встречу, наконец-то, Lions против команды Fnatic Будет разыгрываться на фраунд, пойдут по центру и всё такое, резаться Lions пока, как видим, у нас в атаке, но это ножики, ножики, режики И будем надеяться, что сейчас, именно сейчас они начнут Так, ну что, понеслась тут, как видим, Ника, по-моему, хочет всех расстрелять, если останется последний живой Ну да ладно Смотрим, что же будет на ножах Вообще, здесь надо защиту с Fnatic выбивать, потому что... Ой-ой-ой, тут сразу минус 3 дали на ножах, 3 остался вместе с Хрусталём, 3 последний и 3-то бедолагу Разрезает, X, Lions останутся, конечно же, в нападении, в защите будут играть Fnatic На этой карте игра в защите, это минимум проблем, минимум проблем Ну, за атаку очень, очень сложно играть Ready in 90 секунд, написал Carn, Team Talk будут общаться, обсуждать первый пистолетный раунд, в принципе Вот Carn очень, очень внимательно относится к первым пистолетным раундам, даже нет слов И... Нет слов просто как Я просто это знаю Я помню, он на ЕМе выдавал там такие вещи Такс, ну и ждём 90 секунд 90 секунд with Carn Team Talk Ну, разрешает, разрешает сервер просто поговорить А мы пока с вами снова заглянем в группы И вспомним вчерашнюю группу А Кто у нас вышел? SK Gaming рвут просто с первого места, рвут и мечут С второго места выходит Natus Vincere С третьего места выходит ESC AC Box Вот Tile обыграли Na'Vi 16.6 феррана На The Dust 2 удивлены были просто все Напомню, что вчера, кто не смотрел трансляцию Скажу, что Na'Vi вчера едва, едва не поехали домой Если бы их соперники, либо Annexys, либо кто-то ещё Либо поляки из ESC Взяли бы 15 раунд и Na'Vi бы поехали домой Но они не дали никому 15 раунда Против поляков взяли вообще 6 подряд ключевых натусканий в защите И такого рода камбэк был весьма своеобразен Но поляки выходили Особо сильно не расстроились Но я смотрел видео на Na'Vi гейминге Как они радовались Как они радовались Это было, конечно, что-то И ни с чем не сравнимо У ребят, наверное, после такого Ну, чемпионская игра Что-то вроде этого Теперь Na'Vi ждёт завтрашний день Завтра они... Вернее, сегодня они узнают оппонента на завтра Будем надеяться, что это не будет Moscow 5 Я хочу, чтобы Moscow 5 сорвали с первого места В этой группе Если им удастся выйти из группы с первого места На этом чемпионате мира То они минимум уже входят в топ-4 Ну, в четвёрку сильнейших команд в мире И получают право побиться сразу в полуфинале с врагом Вот по поводу плей-офф Мне пока непонятно Сейчас я посмотрю Так, понятно, всё ещё плей-офф Черотафа не забил Эх, ну, сегодня будет ясно Сегодня будет ясно, друзья Ну что, 90 секунд заканчивается на сервере И что-то ничего не происходит Видимо, TeamTalk будет достаточно жёсткий Тут, наверное, нужно было ESLTV всё-таки включить параллельно Ну ладно Так, ну я тогда, наверное, это сейчас всё-таки сделаю Потому что нам нужно получать какую-то информацию будет Там камеры и всё такое Хотя там сейчас вряд ли что-то есть Там, скорее всего, представление пойдёт Там даже представления нет в последнее время Трансляции проходят в таком достаточно быстром режиме Да, нету Так, как ты относишься к команде WinFact? Есть ли у них шансы на победу? Ну тут уже не важно, как я отношусь Тут нужно смотреть Это чемпионат мира Шансы есть у всех, я считаю, и всегда Так, ну что, поумирали терроры Готовится Гукс разыгрываться Ну, не разыгрываться, а уже играть Посмотрим, какое это будет дерби Вот Lions против Fnatic Вообще, это, скажем, команды Вот на данной стадии вообще Counter-Strike в Европе Это команды, которые делят топ Швеции Ну, второе место, скажем так Потому что всем, по-моему, понятно, что SK здесь не конкуренции Именно из-за боевого адского состава А вот Fnatic и Lions могут побиться Ну, Lions, например, на DreamHack'е в этом году сыграли очень Последние DreamHack'е сыграли очень-очень уверенно Разможили просто всех и вся Единственный адовый минус был в этом DreamHack'е в том, что Были постоянные задержки Lions удивили всех Обыграли, кстати, Na'Vi Ну, что делом, так, знаете, 2-0 по картам, вроде, если я не ошибаюсь Ну да ладно, у нас здесь начинаются рестарты Ну и это Life on Free Дроп статистики И поехали! Посмотрим, посмотрим, чем здесь дело начнется и чем закончится Долгое, конечно, у нас получилось вступление Это для тех, кто будет смотреть запись Но не от нас зависело Так, вот, я не отбиндил кнопки Но ничего страшного Будем смотреть, как будут разбегаться товарищи из команды Напомню, состав Lions Знил Фюрте, Ника Трид Кристалл И состав Na'Vi Карн Экзист, Фриз, Гукс, Моди Моди-Новичок И 5А, по-моему Да, 5А, 4 яма, сплиты, плюс ковры будут готовить сейчас На гранату напоролись Вот с этой ямы выходить неудобно Сразу тебя там чекают, влетает хэшечка просто Еще одна граната В итоге, посмотрите, Трид красный Наелся Кристалл сразу же Нехорошее начало, нехорошее Аркада под бой от Моди Инфа, Фриз, Центр, Пуш И в итоге, ну все, сейчас ланец отхватит Просто отхватит люлей Только если, ну, совершенно случайно Не отстрелят всех игроков в защиту Ну, такая ситуация, что пришел к Зиз, дал гранату В пленте подлавливает Гукс В итоге слепнет Кристалл минус фриз Как так, 4 в 4 И Ника оставляет на пленте Плюс Кристалл, Знил ковры И Моди заходит в этот момент в спину с ямой И у него интересная ситуация Просто кроет первого Стреляется со вторым Убивает в ногу Бомбу не успела поставить Знил в шоке Знает о нем, что он на коврак Залезает на него Моди Знил, отстрел Букс контроль Но добивает все-таки Гзиз плента Счет становится 1-0 в пользу Фнатик И, как видим, они без проблем В принципе, предсказуемо Достаточно справились с ситуацией В первом пистолетном раунде Ну, теперь у них игра на девайсах Террорам предстоит сыграть Диглы Эх, белые пистолеты, белые пистолеты Ну, Мираж напомним Ну, если вообще вот вспомнить Все матчи, которые мы смотрели на Мираже А их достаточно немного То есть карта не особо ходовая Карта хорошая Карта хорошая Я не спорю, на ней много всего Но такой карте нужна большая дистанция Чтобы ее изучить Так же, как, например, там До Инферна Или Нюх Чтобы атака бегала и уничтожала Здесь обычно выигрывает защита В первой половине Меньше проблем, удобнее играть Все такое Ну, полный контроль По позициям нападения И все хорошо Вот, испугался мой диглов Сразу получил по чашечке Словил Теперь предстоит гулять Гулять налево Гулять направо Ну, думаю, левятки сейчас Выпрыгнут А, тут еще гзис на чеки с окна Вот Смотрите, красиво встал, да? Он начекал Выход в плент Моди в попытке приема Фюрте минус дигла Проносит бомбу Кристал Ставит ее в углу Вот гзис не видел А надо было простреливать Бомба ставится Гзис на отрезке Кристал ставит ему Хоть шот еще после того Как поставил бомбу Ситуация 3 в 4 Вот это, ребята, конечно, сейчас Рванули Просто на ура Кристал пытается отдать тиммейту Девайс Сам красный Тиммейт здесь не выжить Взнил реализует Квольт на минус 2 Еще и 3 Судебивает Минус 3 Нет, встают в ряд Гукспрей Минус дает И 1 в 2 Фюрте 3 хп Трид заходит Зигай Фюрте ковры Попытка убить плент Плент на Фюрте стоит Но Трид, как видим, заканчивает В принципе, все это дело И счет становится 1-1 Лайенс берут диглы Ставят бомбу Повышают просто Свою экономику Ну и сейчас, наверное, будут пытаться Настигать и нагонять Фнатик Ну экономику сейчас Фнатика мы сбили Это 100% Давайте смотреть Что будут делать Лайенсы Они играют под Б При том, что кучей Опять Модифриз пущен Ну, Фнатик особо сильно В принципе, не волнуется По поводу того, что Им предстоит Потерпеть Раунд или два Тут уже пошли Карн 2018 года На подсадочке стоит Интерлизиум Напомню, что это Карн Это его ник Сегодня И это последний чемпионат Для Карна Кстати, Аркада была сейчас От Фнатика хороша Вот если бы они еще в пятером вышли Помедло Они могли бы, как видим Зайти в ковры Но они замедлились Шли на шифтах В пятером В принципе, что волноваться Есть девайсы Они могут спокойно убивать Там сейчас пойдет Вообще жесткий отстрел На коврах Тут уже, как видим Кристал готов Оп Первого нашел Ждет захода второго Там минус есть пистолета Ой, на ковры У столя просто Толпа выбегает Зажимает Отстреливает его Гукс Минус девайс У атаки Трифтри Фриз Реализация подобранного девайса Ну, на демейдж Такой демейдж дилер По фюрте, конечно, записал Хорошо Тридцатых Оставил Гукса оставляет на отрезке Но Фриз идет сейвить кольт И это Достаточно продуктивно Два-дин Хороший экономический раунд От Фнатик Вот Аркада по центру Была не лишней Интересно Вот если Фнатики попадут В топ-3 Или Дадут Какой-то хотя бы намек Что они попадут В топ-3 Карен захочет Уходить или нет Просто как бы После последнего Intel Extreme Masters В Киеве То есть не вот этого Которая была в том году Прошлого Когда Фнатик реально приехали Новым составом Состав месяц как собрался И Фнатик просто взяли Отчпокали Как и всех Заняли первое место Тогда можно было понять Мотивацию бешеную Карна С новым составом Просто всех убить Но тогда просто не поняли Не поняли Как играть с Фнатиками Остальные команды И Это решило И как мы помним Оставшийся год Фнатик просто терпели Терпели много Терпели всегда Самое наверное жесткое Это было на летнем Дримхаке Когда команда Фнатик Просто играла С СК Гейминг 5 или 6 матчей В рамках разных чемпионатов Там Инферно Онлайн Лига Финал ВЦГ Швеция Сам Дримхак Это просто был Масси Масси матч Здесь кстати бай После одного эко И результативного эко Я бы даже сказал И сейчас будет попытка выхода Уже в меньшинстве Атакам Завтыкали немного с моментами Я вот что-то придался Просто воспоминаниям Не знаю И грустно И вроде бы как Будет что-то новое Но все равно грустно Что-то И как она уходит Хорошая флешка Отзнила Некомерный контакт Против Гукса Хэдшот Знил минус 2 Хрусталь тоже выходит И Побежали Ну вот на 2 в 3 Здесь напугали Здесь пытаются давать Опять же Максимум демейдж Фриз Перебивает фриз Нолзум И это минус 2-2 Девбомбы И это 2-2 Пока напомню Приложение ВКонтакте vk.com Слэш Киберарена Нижнее подчеркивание АПП Добавляйте себе на страницу И смотрите Intel XD Master В течение этой недели В социальной сети Все будет огонь Нет Но это удобно Там у нас есть чат Который Мы иногда читаем Я и Тафа По поводу Тафа Не переживайте Он чуть-чуть попозже Ворвется Ворвется в эфир Придет Вот я его сам Очень сильно жду Просто у меня Мы вчера вообще-то Говаривали Сегодня начать эфир С одной фишки Прикольной Вот Но так как Тафа нету Эту фишку делать Бессмысленно Но было бы интересно Посмотреть Давайте смотреть Фриз минус стрит Тем временем Здесь аркада Зиг Знил Пуш по центру Фриз все еще в люльке Вот у Знила Здесь конечно Сейчас игровой момент Знил Здесь надо внимательно сыграть Так С перемычки сыграл Все Зиг Зиг Нужно внимательно смотреть Зиг Видит голову Ставит Зист Узнает что есть в люльке АВП Минус гукс Пошел пуш Навик Авик справляется Фриз минус Карн принимает Планта Как видим Спрей дал Один фраг Достался ему На 2 в 3 В итоге Размен от Львиад Слушайте Такой контактной Идея Что-то я вот Ох На моде все закончилось Трит оказывается Лаганул Либо вылетел Давайте смотреть Что будет Нет Трит здесь Трит здесь И Что-то странное Ну теперь нет денег Бомбы не поставили Лайонс Придется потерпеть Немножечком Нет Ну вот тут Лайонс На самом деле Вот с учетом того Что играет в атаке Они Это слабая сторона Они действуют Достаточно тимплейно Как ребята готовились Вместе с Ром Чемпионат Нужно было кстати Поговорить с игроками Вообще с русскими Узнать Как они Оценивают свои силы Это было бы интересно Так Как видим гукс Зажим бога В его исполнении В итоге Карн всех забирает Здесь помогает И закрыли перемычку Эх Эко-раунд закончился Не войдя в плент Просто 4-2 Польза Фнатик Два раунда преимущества Бай от Лайонс И это попытка набора Ну и здесь по-другому Уже никак Если здесь давать серию То есть трех раундов 5-4 Нужно Лайонсом ходить Значит трех раундов Как показала практика Для этой карты Но это немного Если играть в атаке Здесь надо брать 5 Если не уверены В своей игре за защиту Да и пистолетки Пистолетки Друзья Это же 50 на 50 Фриз минус 3 Тем временем Моди дает Прострел Ковры Ника прошел на дистанцию Стреляется по прямой Никого нет Фюртэ минусует карна Карна не дали За аркадий Открытие с ямы Невнимательно играет Гукс Пытался закрыть В итоге фриз не реагирует Тоже на гукса Почему-то Странно что они боятся Фюртэ попытка выхода Раскидывает сейчас АВП на фриса И в итоге фриз Просто должен стоять белый Ну и вообще не создавать Никаких проблем Единственную проблему Здесь мог создать Гзист Который должен был Забежать в спину Но Ника отвлекала В итоге фриз Моди Гзист Звено из трех игроков У Фнатик Есть И если будет От Фриз АВП Это КВП Минус дали Гзисты пресекли в спине В итоге играть будет Очень тяжело Триф-2 В риф-плэн Дэв-бомбы И в коврах Ника Ой Сейчас Нил просто раздаст А бомба дефится Моди Нет Да Моди Вот это да Зашел Мечтать о серии Очень мечтать о серии В раундах Мне написал Один из русских игроков До этого матча Литл Игрок команды Занейшн Он тоже Смотрит Наблюдает за чемпионатом Мира Естественно И У него там был Такой прогноз 12-3 И 11-4 Типа Вот 12-3 Фнатик выигрывает Первую половину И 11-4 Потом будет Камбэк от Лайенс Ну или я что-то не понимаю Что-то написал Ну да ладно Давайте посмотрим Пока в принципе К 12-3 Можно прийти Фнатиками Если они будут продолжать Вот так же уверенно разыгрывать То все будет просто Мега хорошо Ну мы Смотрим дальше За Этим матчем Как видим Гукскарн А Плэнфрис Перемышка Гзиззик Ну вообще все как и было Просто Давайте посмотрим Зазнил Он тут вроде бы Как открываться собирается Вот И Так Гарн С вот этим временем Так Из Нила спугнули Очень-очень спугнули Ну и терроры готовы открываться Походу это фейк Фейк Б И на Будет выходить у нас Сника Трит Ну давайте смотреть Так Трит с центра Ника Кристалл открывается с ямы Кристалл минус кукс Уже хорошо Если чего Оттолкнуться Кристалл урабатывает Еще фриз Отличный хэдшот Ставит плент По сути дело чистый Нужно только зачекать Остается Карн Вместе с Моди С Карном то все понятно А Моди здесь сильный игрок Он в таких раундах Любит Сделать Невероятное Приятное Ну как видим Трит его здесь отрезал Благодаря численному преимуществу Карн ластый Нет Карн все убежал С ковров Я то думал Он сейчас будет выходить А его ждут Его ждут Знают где он находится То есть он походу Там ушел с лестницы Когда был выход И Если бы фриз Например убивал И не отдался То все было бы Окей Ну в общем Тритер раунд Для лайнс Приходит неожиданно Не то чтобы неожиданно Ожидаемо Но Что то как то вот так Еще и сейв добили Отлично 5-3 Но девайсы Все таки Из фнатика Еще пока не Выбили Не должны Давайте смотреть Хотя может быть Сыграют Эка Потому что игра Здесь строится От АВП Как я понимаю Хороший респа Буквы Т Если с другой стороны Посмотреть Да Не пистолеты Все таки Фнатик хотят сыграть Ну Странно При том что серию взяли Фриз аркада Посмотрите На этот раз Фриз 1 По центру Зиззик Его ферт Я сейчас слышал В итоге Подар Разворачиваются Вновь Грандиозные события Тут будет попытка Выхода От Лайенс Ковры плюс яма Все в ажуре Ребят Донат Изолирует упор Это правильно Потому что там Есть такие Как Моди У которых Пистолет постреляет Не хуже АВП Все таки Отбиваться приходится Вообще Стальбас Пистолеты сильные У большинства игроков С АВП Так Вот Моди Его отдает Пока Фриз Моди сам может Играть С АВП Кстати Непонятно Почему Фнатик Не использует Эту стратегию Ну да ладно Рад за Моди Рад за Моди Наконец-то В такой команде А то до этого У них была команда ЕСЦ Они выступали Под тегом Этой организации Вместе с двумя Норвежскими игроками Такие Келли Но состав развалился Но состав Кстати Занял первое место В игре Если что Суровые Бравые парни Просто приехали Миксом Еще вместе с Керриганом Всех труба Шатали И уехали домой Вот так надо Ездить на чемпионате Друзья Ладно Здесь готовится выход А Два ковры Два яма Один под Б У нас разыгрывает Фюрте Он прошел через ковры Как видим Впустился в коридор Сейчас будет пытаться Убить люльку В люльке никого нет У человека тоже нету Карн запирает перемышку Так Зис накидывает Сейчас на Фюрте Флэш Зис выходит в аркаду В итоге он дал флэш Вообще от Карна Карну бил Прокидка пошла Гукс прием Но не справляет Сразу лоит в голову Кристалл фриз минус 3 Ты 3 в 4 В меньшинстве Осталась атака Кристалл пытается Закрыть КТ Но здесь вот не нужно Здесь нужно много дыма Просто на фриз Здесь надо дымить КТ Потому что это Тайвик Но это бешеная датская ОВП И как он пытается убить Но мажет Там На самом деле дыма больше Здесь просто на холтв Не видно всего Он будет уже выжидать Перемышку Моди открыли В этот момент Кристалла Ой Моди Щекочет команду Просто Лайонс Моди просто как Блохат для льва Не знаю Засел в шею Загрыз в спину И дал серию фрагов 6-4 Два раунда преимущества У Фнатик И они снова на коне Вот как взяли девайсы Сразу же залезли на коня Такие прям А берем Ну и взяли Вот он Карн Вот он где Карн Последний чемпионат Карна И грустно И смешно Но ничего с этим не поделать Продолжаем наблюдать За встречей Фриз Люлька Гзист моди Ну 2-1-2 Это в принципе Логичная классическая Расстановка Уже для миража Как бы Самый удобный вариант По сути дела Б что это Это ковры из зига Фриз люлька Чтобы чекать центр Гзисту Ну и фриз Может так же быстро стянуться На выпрыгнув С люльки С перемышки Гзист будет закрывать У нас Мне интересно Как он у нас В позиции Да с ящика С ящика Все правильно С ящика сидит Ждет выхода Главное Мидл Ну на Мидле Есть огромный риск На самом-то деле Если вообще присмотреться Как бы Гзист там стоит открытый Если Ника например Набрался бы немножко Набрался бы реально Львиной смелости А не кошачьей Вышел бы К желтому К белому ящику На центре Мог бы убивать Гзиста просто в начале Но с другой стороны Там фриз Перемышка Который перекрывает Как раз таки Выход Мидл Так ну что Фейк Б Либо Атака А И потом по ситуации Фриз минус СВП Убирает Трита В коридоре И в итоге выход А Ну смотрим на прием Что будет делать У нас товарищ Гукс Что будут делать Карн Карн Зист Б Фриз Ну вот Фриз Начекал ковры Сейчас минус моде есть Внимание Все на Гукса Как видим Гукс начекал Фриз тоже начекал ковры Гукса убивает Карн Один остается Минус два Дает и за ящиков С плента Но Фюрте Его добивает Остается последний Как видим Пытается стреляться С плентом Знает что Здесь есть Игрок защиты Это фриз И фриста Вот это конечно Баночка Друзья Ну вот такого Неприятный Неприятный Хэдшот В сторону Фюрте Это знаете Это как подщечина Да пошел ты Пш Убить меня Убить меня за ящиком Когда СВП Мишен Импосибл 7-4 Друзья Фнатик в преимуществе И Ну наверное Будут пытаться Раздавить Что ли Своих врагов Здесь Но 11-4 Может быть мы с вами увидим Или 10-5 Вообще 10-5 Наверное Этот черномет Или сейчас Лайенс Хотя может быть 8-7 Свою пользу Вообще всегда Хочешь взять максимум Всегда желаешь Взять максимум Моди Первый минус Убирает 3 Треник Попытка открыться Коридора будет Ну и Моди Здесь запирает На Б планете В принципе Пуш Пуша уже нету Тут как видим Фейковый выход И на Аплент Проходит сейчас бомба Выход с ямы Ника открывается Чекает Зик Никого не видит Карли носит Кристалла На Гукс сносит Просто Ника Который заходил В спину в перемышку Ну и Фюрте С Азнилом вдвоем Что ж Друзья Пожелаем ему удачи Потому что Звено Будет разыгрывать 2-5 2-4 Уже Фюрте Добирает Добирает Гукса Знил Не успевает Здесь замкнуть Позиции Контров Правда Вышел на Гзиста Но почему-то Не попал В голове Никак Ну Знил человек Фомас А Ка ему Вообще не идет Ну и Фюрте Пытается изо всех сил Как-то отбиться На А Но Гороки защиты Вылезают Просто изо всех сторон И естественно Пришлось здесь Немножко потерпеть 8-4 4 раунда Преимущество Ну это нормальная Рядовая ситуация Я думаю Тем временем Винфакт Обыгрывают Бразильцев Если я не ошибаюсь Напишите пожалуйста Счет Винфакт Против СХ В контакте Мне интересно 5 играли Нет Москва 5 играет Друзья Следующая игра будет В исполнении Москва 5 У них кстати соперник Сразу Электроник Сахара Команда Заменой Которая приехала На чемпионат Ну Я думаю Там М5 Должны без проблем Страиваться Но если будет Нюк То это Если он будет В традициях В лучших французского Контерстрайка И М5 На это дело На все поведутся То будет очень Тяжелый матч Но надо выигрывать Опять же напомню Друзья Сегодня Москва 5 Сегодня Россия Болеет за М5 СНГ должна болеть Сегодня все за М5 Потому что команда Должна выйти Если команда Выходит с первого места С группы То она попадает Сразу же в полуфинал И это минимум Топ 4 И будет шанс За третье место Побиться Тем более М5 уже Ну за прошлый год Себя показали Во всей красе Опыту парней Предостаточно И вот сейчас уже Надо не тренироваться А сейчас нужно просто Играть выигрывать Парням Просто Изо всех 14-4 Винфак Убивает сейчас Бразильцев Спасибо большое Спасибо большое За то что сообщили счет Интересно Наверное Винфак Играть с Бразилией Бразильцы Кстати тоже Такие Овощи Я вам скажу Они мне напоминают На самом деле Команду Вот Если там Одну замену сделать Это как Москоу 5 Год назад Вот такая же команда Даже полтора года назад И вроде бы Игроки все сильные Игроки Хардкорят Жестко Играют хорошо Папки Папки Но Фишка в том Что У них тоже Нет опыта Именно Они все Пропал Пропал Гейз Бразилии Почему пропал Потому что Бразилии Участвовал В ЦГС Тем временем Фюртер Извлекается Я думал Его сейчас Должны были Закрывать А он еще Прорвался На КТ Забрало ВП Фриса Ну это Вот это Минус 4 Вот это Конечно Парень Тут включил Гопника По страшному Пошел Проперся Ну давай Эйс Что Гзист пошел К тебе в спину 13 хп Гзиста Будет играть В коврах Нет Тут Кристал Наверное Убьет Либо Фюртер Разменяет Нет Фюртер Может убьет Прострелом Вот это Будет весело Смотрите 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 Что сейчас Гзист Уходит Кристал Ждет Ай-яй-яй Кристал Походу Вообще Просек Тему Нет Он просто Ждал А Гзист В этот момент Не открылся Давайте Смотреть Нет Ну за Фюртер Здесь уже Не посмотреть Лучше за Гзист Гзист Все таки Засейвит Этот девайс Я думал Эту яму Сейчас просто Убьют А Фюртер Оказывается Какой Шустряк Оказался Да Забежал В плен Дал Минус 3 Потом С четвертого Добил Сайвит Из Шузова Вот это Наглость 9-5 Друзья Фнатик Впереди Ну и последний Раунд Первой половины По сути дела Первая половина Проходит Достаточно Спокойно За Командой Фнатик Игра идет В спокойном Режиме Здесь нет Никаких Недоразумений За исключением Того раунда Когда Фюртер Это будет атака Да Это сплита Сплита С перемычки Закрытие Медла Треском Хлпы С Б Плантом Карн Аркада Врыв Ника Сразу Моментально Паренька Заглушил Гукс Чекает Перемычку С перемычки Никто не пришел Под Б Плантом Как видим Движуха Фриз дал Минус 2 В итоге Ой-ой-ой 2 в 4 Фриз отошел Прочекал коридор Никого не увидел Атака продолжает Сна Ну и тут уже Игра на контакте Я наверное таки думаю Что здесь Будет сейчас у нас Дайвить Гукс Просто Вон так как Вышел Чекнул Да Все Двоих видел Тут уже инфа На него пошел врыв Спрей Кристалл убивает Остается последний В атаке Стреляется с плантом Но здесь его должен Закрывать фриз на отходе Но фриз дыма не открылся В итоге 1 в 3 Кристалл попытается Потащить Придет пропрыжка Чек ГТ Никого не нашел Вот это головошот Магзисту просто С вертушки В щи И 1 в 2 Такие дела 10-5 Первая половина Ну и предстоит сейчас Лайенс делать камбэк Наверное они устроят Короткий перерыв Такая знаменательная пауза Перед Второй половиной Потому что Во второй половине Надо выигрывать Но я думаю Лайенс тоже На этот чемпионат Есть план Ну и взглянем Пока что на группы Что у нас происходит Какая группа Б Сегодня напомним всем Тимвинфакт Лайенс Москоуфай Фнатик Секс И Электроник Сахара Так я вот не нашел Где вписывать Результат в группу Я так и не понял Почему я этого не сделал Почему я не нашел Начинаю подозревать Что Я забыл как файл называется Вчера с Тафой тоже Сначала Не нашли Нет все Все окей Вроде бы все окей Если я не ошибаюсь Батюшки Батюшки Что происходит Так Ну и Нави Которые вчера вышли Со второго места С группы Вообще Кровололу Задали Задали кровололу Боляечкам Просто суровые ребята Ну ладно Мы уже потом разберемся Что куда вписывать Наверное в следующем перерыве Пока что у нас Counter-Strike Ну конечно же Фнатик против Лайонс Фнатик сейчас обсуждает Наверное пистолетный раунд Следующий Лайонс как видим Уже бегает На сервере Они особо сильно Не Боятся Вчера за поляков Сегодня ради фана Смотрю Вот кто-то написал Есть такое друзья Есть такое Вообще поляки Такая команда Которых все любят Это же поляки Это просто поляки Все вот Команда которая Берет своей честностью Я бы Реально Вот у них стиль игры Именно честный Если проигрывают честно Выигрывают честно Нет никаких там Моментов То есть Стиль игры такой Ровный прямо Эх Особенно если взять Там вот Такого игрока Как Аклур Прямо Уравновешенно Как ты играешь Ну и экшены Устраивают Очень-очень много Ну что Посмотрим На что сейчас Годятся Товарищи Лайн В защите Во второй половине Все-таки Чемпионат мира Здесь надо выигрывать Ждем рестартов Ждем начала Надеюсь они будут Тем временем Винфакт Выигрывают команду СХ С Бразилии Не знаю с каким счетом Сервер пишет Ну что друзья Поехали Понеслась Понеслась у нас Душонка в районе Напомню что счет Первой половине Есть 5 На ваших экранах У Фнатик 10 раундов Если они выигрывают Первую пистолетку То это Так Фюрте не готов Черта с 2 Сервер пишет Not love Not love А к нам приходит СМС к этим временем О боже мой О боже мой Да конечно Эх Поджигают Оператора в Украине Вот что я вам скажу Ну что Хэфан написал Фюрте Наверное готово Все-таки уже Да Го-го-го Все Ну что Life on free Guys И это Это Lions Против Fnatic Вторая половина Давайте смотреть Смогут ли Lions Здесь сделать Небольшой Камбэк Ну им здесь нужно Взять Пистолетку Им нужно отбить Девайсы Они тогда только Выйдут На 9 раунд Не если берут Пистолетку 8 Да Ну да На 9 раунд Только они выходят А то Fnatic Останутся с ничьей Даже если первый бай Проигрывают Так что здесь надо Лайенсам стараться Стараться вдвойне Ну пистолетные раунды Да 50 на 50 В основном Они разыгрываются То есть тут уже Более контактный бой Кто кого перехитрит Может кто-то зайдет Сбин Так Crystal Первый минус Юск попытка реализовать Не уходит Нет уходит Уходит в плент Ошибка Надо было остаться на позиции Делать релат Но на релате Все равно его забрали Пробивает B Плент Снатик Ставится бомба За ящиками За тройным И Реализация Юск будет от Гукса Так Ника минус Дает один Гукс В интересной позиции Вот ему здесь Направо не зайти Налево не открыться Чекает форточку Увидел пробежку Рвут Лайонс Плент Ставит хедшот Ласт Остается приз Ну и Посмотрим На дачанина В составе шведского коллектива Нет Один минус Столько Но Фнатик здесь выполнили По моему минимум Они поставили сейчас бомбу В итоге У них будет бай Возможно сейчас волевой Игра ставится на паузу И скорее всего Это сделали Фнатик Именно по той причине Что Им сейчас играть нужно эко И после этого эко раунда Они попробуют Они именно попробуют Сыграть Волевой бай Они его обсудят Ну там не волевой Волевой был бы сейчас Там будет уже Плотненький достаточно бай После бомбы Одного слитого раунда Что в принципе понятно Так Здесь тут меняет девайс Весьма прикольно Фриз Нет Это воля Это воля Лол Это воля Фриз берет калаш На паузе Да Они делают дроп раунд Они делают дроп раунд Во время паузы Вот это просто Они подумали Они взяли тайм аут Наверное специально Чтобы подумать Чтобы подумать Делать его или нет И все таки решили Не бай будущее Обсудить И решили сыграть волю Ну давайте смотреть Давайте смотреть Не как адмирал на прощание Что-то придумал здесь нам Хочет удивить опять Общество Мировое комьюнити В 1.6 Так Моди Моди Гзист Гукс Карн Проход Фриз Тоже И все играют Под б Все В пятером Фриз В качестве отрезающего Врыв на три Моди открывается Калашом Стоит сразу Ох Назик Поставил Игра с плентом С 5 в плент Зажимает вместе с Гзистом Три Пробивает Б плент 5 в 3 Ну и это по-моему Сейчас просто А давай дерби Хотя дерби не назвать Один фриз здесь есть Датчанин Ну это сейф Это сейф от лайнс Друзья Вот это адмирал Мне интересно Почему они именно На Б пошли Интересно было бы Сейчас вот прямо У Карна спросить А почему Вы решили сыграть Б Вы знали позиции Вы знали как они играют Либо Ну Карн Он бы ответил I'm this адмирал Или что-нибудь Я ученик Анатолия Вассермана Ладно Как видим Сейф от смело Ну из него Терпе засейвили Девайснер Он достался Фнатикам Друзья Это 11-6 И лайнс По-моему Пора сейчас Напрячь Свои извилины Не знаю Вовсю И попытаться Разыграть Максимально эффективно В защите Против Фнатик Чтобы они этого Ну никак не ожидали Потому что Фнатик сейчас Сделали внезапный бай Этот внезапный бай В принципе В принципе Решает Очень как решает И Дальше будет Очень Держанных ситуаций Думаю много Ну И вам Один раунд Еще отдать нужно Два девайса По возможности Опять же засейвить Потому что Если они потом Плотный бай Проигрывают Это будет уже Ситуация Весьма печальная По экономике Два дропа Будут не лишними Ну хотя бы Один дроп Будет не лишний Как видим Кристалл предусмотрительно Закрыл фриз Очень внимательно Играет Фнатик Даже против Экераунда Накрывает позиции Правда ФРТ ворвался в аркаду Но это уже не суть важна Баня он есть Как видим Моди На отца Просто сейчас выскочил На КТ Как он из них Нает Я не знаю Здесь простой минус Как видим За Моди 12 часть Друзья 6 раундов Преимущество За Фнатик Ну и пока что Черно-оранжевые Начинают Не то что начинают Они продолжают Удивлять Не будем надеяться Что это Будет продолжаться В течении всего дня Но в матче С Москву 5 Будем болеть За Москву 5 Конечно же Следующая встреча Москву 5 Ясахара Которую мы с вами Будем смотреть Поэтому оставайтесь С нами После этой встречи И никуда не уходите Но мы продолжаем Наблюдать 4 раунда Нужно Фнатик Для уверенной победы Над командой Лайенс Лайенс нужно давать Комбэк в 6 раундов Они упустили Свою возможность Когда проиграли Волевому бай Моди опять открывает 4 раунда Минусует 3 Это повторно Походу Моди просто чувствует Б Либо Он не чувствует Соперников на Б Просто никак Ника перекрывает Гукс Моди пошел Пуш на кухню Заход на кайфель Врывается Чекает Так видит одного Граната Оттимейта Спрей Выходит Ну ушел Здесь конечно На морозе Здесь надо было Ника добивать Но он боится Что в основном За рут Фрт минус фриз Тем временем Лайенс есть Шанс отбить Если Так Карн с ковров Вот если Карн сейчас Спину закрывает Ой-ой-ой Кристал Как же так Форточки застрял Все здесь Фокус по Карну Знил Фамас Неудивительный минус Ну и 9 секунд До взрыва бомбы Здесь уже Нерезонно идти 3 в 2 Нет Тут смысл есть Идти выбивать Но тут просто Фюрте не успел Ника на морозе Вместе Со Знилом Отошли 3 девайса Засейвили На 13 раунд отдали Что за стратегия У Лайенс Мне интересно Обычно В таких ситуациях Когда ты проигрываешь Что здесь надо брать Здесь надо брать Здесь надо врываться 3 в 2 остались Все врываемся Это дефиш Я тебя закрываю Да выбора нету Но надо это делать Но они делают сейфы Дают 13 очко Сейчас Снатик могут Просто 14 раунд По той же схеме взять Поставить бомбу Отдаться на планете А пацанам Не нужно сейв Из Лайенс Это будет Самая не знаю Самая глупая история сейвов В истории Коунтерстрайка Эх 3 в 3 Экзист Укс Смотрите С разменом снова сыграли Но это красно В итоге на 2 в 2 Вышли в ситуацию Посмотрим Что будет делать Трик Муди отрезать Ну что ж ты Львята Львята Вот такое ощущение Тут еще даже Не в 2 В 2 Было уже 1 хп И 1 минус В его исполнении То есть Идеально сыграл Минус 1 1 хп Муди поджим с б 14.6 Все Минус деньги У команды Лайенс Бай до последнего раунда Дальше 15 очка Это уже минимум Нищая для Фнатик Но я думаю С учетом сложившихся тенденций Здесь просто закупится Лайенс Попытается свои последние деньги Потратить более эффективно Ну и потом парням Ну Многого не светит Я так думаю Придется им очень Очень тяжело Но зато у Фнатик Хорошее начало дня Хоп Первый матч выиграли Так Ника пошел на Колона Давайте посмотрим за ним Так Ну что Давай На отца братан Ха-ха-ха Так Ну что Сейчас Ника будет играть в Колона Но здесь врывается Моди Портит в принципе всю малину Плюс Гзис Чек каналки Сарки Зенил Кристал Все 15 раундов У Фнатика есть Да Не особо Я конечно ожидал здесь камбэка Небольшого от Лайн Хотя бы Ну Они могли бы создать Хоть какое-то давление Видимо из того Что они стараются Ну вот Проиграть в львому баю Потом полностью деморализироваться И отдать потом серию фрагов Ой Фрагов Раундов Реально Сделать сейв 3 в 2 Против бомбы Поставленной Там на 10 секунде Когда терроры красные И отошли Уже от точки Ну не меня конечно Здесь судить Не вам как играть в команде Но это по-моему Но это выглядело явно Не собрано Страх постучал в дверь Вера открыла За дверью никого не было Эх как Где Тафа? Тафа скоро придет Надеюсь что скоро придет Будем в это верить и надеяться Сегодня все-таки Москов 5 Сегодня день России Вчера на Ави играли Но я жду Тафу сам с нетерпением Так Ну что Пошел в рыв Потому что Одному мне начинается Какие матчи мы с Тафой Начинаем вдвоем Вжечь кладить Ну как бы здесь Не так Не особо Ладненько Понеслась Карн минус 2 Никак на прощание Решил в первом матче Наказать Эльвят Ну на 3 в 2 Ситуацию выбивают Снова 3 пошел Отбивать В него вылетает дым Кстати вот такой дым Не бросали Лайенс Когда играли в атаке Поэтому СКТ постоянно нагревали Было весело Фриз Минус стрит И Все Нам досталось Непонимать Один Спрей Ой Убейте меня Семеро Друзья Ну что Счет становится 16-6 И тем временем Врывается Тафа С кружкой Кофе И рюкзачком Где-то здесь Ну и давайте посмотрим Немного на статистику Что мы здесь имеем Карн 24 на 13 13 на 10 Угзиста Фриз 18 на 15 Играл По фрагам Фраги смерти Гукс Пока что хуже всех Друзья Ну 9 на 19 21 на 12 У Моди Тафа сейчас будет Тем временем Я вам не скажу Что он сейчас будет Из Нил 15 на 16 Никап Интересная статистика 13 на 18 8 весело Ну и Вот 14-19 Кристал Пропустили Фурте Ну там 21 на 15 Фурте давал жару Но как видим Один человек Это все-таки Не вся команда Да еще и на чемпионате мира Ладно друзья Мы к вам вернемся Вместе с Тафой На матч Moscow 5 Против команды Electronic Sahara Через несколько минут Оставайтесь с нами Никуда не уходите Тафа уже Танцует Сегодня он выспался Ну и Я с вами не прощаюсь Тафа уже